Всем привет, с вами Тандер и сегодня у нас обзор премиумного AV-8B NA. Расположился данный самолет на 11,7. Да, изначально был на 11,3, но был повышен до 11,7 не так давно. На самом деле я не могу выделить самолет как что-то особенное, скорее это максимально средний в хорошем плане самолет. То есть он нормальный и на нем можно показывать результат. Конечно, вы можете возразить, что с повышением БР ему станет сложнее, но вот только вы как встречали панциря, так и будете. С всеми возможными врагами. Начнем с ЛТХ. Обычный хорек, ничего такого я сказать не могу. Мгновенный набор скорости, потрясающая тяга. Не сказать, что бы сильная, но маневренность, особенно если использовать вектор тяги. Флаттер у нас 1137 км в час, закрылки на взлет до 828 км в час, на посадку до 556. Как я и говорил, по ЛТХ ничего особенного нет, летает вполне приятно, мгновенно разгоняется. Итак, что у нас по системам? По сути, у нас из систем есть хорошее СПО от 30 до 2 см, так что с осведомленностью у нас проблем вообще нет, и это отлично. На этом системы самолета заканчиваются. Что у нас по вооружению? Тут у нас полный порядок, именно с штурмовым, ведь для поражения воздушных целей у нас всего лишь АМ-9Л, так что особо разжиться нечем. А вот с вооружением для работы по наземным целям у нас все намного лучше. Маверики фугасные, лазерные и с ик-новидением. ЛГСН ГБУ-12, ГБУ-16, ГБУ-38, ЖДАМ и, конечно, много неуправляемых бомб. Контейнер у нас представлен вторым Лайтнингом, что весьма прилично, а это топовый контейнер для США. Самый эффективный наш подвес состоит из двух АМ-9Л, двух Мавериков и шести управляемых бомб. ЖДАМ или ЛГСН, тут можете перебирать комбинации этих бомб как вам удобно, однако я предпочитаю ЖДАМ из-за прекрасных ЗРК на нашем боевом рейтинге. Блок для новичков. Если вы, скажем, собираетесь купить топовый самолет и это будет вашим первым самолетом, то давайте я объясню настройки управления, которые вам нужны. Для управления вектором тяги вам нужно назначить в управлении вектор тяги и включить относительное управление. Вкратце, назначьте захват ГСН воздух-поверхность. Назначьте активация точки прицеливания и деактивация точки прицеливания. Назначьте клавиши на селектор вооружения, если вы не сделали этого. Селектор подвесного вооружения, выход из селектора, пуск сброс выбранного вооружения. Назначьте средства противодействия или назначьте селектор для них. Итак, лучше всего использовать Маверики не дальше, чем 10 километров, если у вас есть скорость. Потому что, не забываем, скорость у вас не настолько большая, а сам Маверик крайне медленный. Что насчет ЖДАМ? На самом деле, все просто. Благодаря динамике, Херриер способен эффективно бороться с вражескими ЗРК из-за огромного количества ГБУ-38. В максимуме 10 штук. Находите ЗРК с помощью вашего прекрасного контейнера, выходите из контейнера и больше в него не входите, иначе прицел сбросится. А далее подбирайтесь по низам к ЗРК и сбрасывайте бомбу. Лучше 2 штуки. Не забывайте, что ЖДАМ пожилая бомба, и лететь 10 километров со скоростью 700 километров в час она не будет точно. Так что по низам советую кидать с возвышения не дальше, чем 6-7 километров. Если ЗРК нет или они ближнего действия, можете работать от высоты и скорости на 9-10 километров. В целом могу сказать, что в качестве према Харек подходит под штурмовку очень приятно. Прекрасный контейнер и множество бомб Маверики в совокупности с динамикой самолета обеспечивают благоприятную среду. Однако не забывайте, у вас слабое вооружение против воздуха, у вас нет радара, и несмотря на все играть на Харке не так просто. Если у вас совсем никогда не было опыта штурмовки, будет тяжело. Все же игроки на ЗРК спать не будут, да и это топовые бои. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если хотите быть в курсе событий, а также читать разные штуки от меня. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok